всем привет ребята вы на канале magic world of stone как и обещали вот у нас новое видео продано немножечко внеплановое у нас чуть-чуть изменились планы но это видео тоже думают будет для вас интересно суть этого видео очень многие у меня спрашивают коллекционирую ли я окаменелости крышу сразу да но я не фанат все образцы у меня в основном не дарили это интересно но я глубоко это не в эту тему не вникал но моей коллекции есть немного образцов что мы сейчас делаем как обычно я сейчас не вытаскиваю из пакетиков я вам расскажу что у меня есть и по окончании видео как обычно на солнышке и красивой погоде и красивом освещении оператор вам более близко от снимет что у меня есть в наличии но начнем с простого и самое последнее что вообще у меня появлялась в коллекции закаменелости это был трилобит с китая очень красивый крупный образец если быть более точным как он у меня появился была заказчица одна но с бельц те кто не смогу вы не знают где это это северная столица молдавии и был заказ трилобит она хотела из него делать украшения но тут получается мы сделали заказ джума трилобит ко мне пришел а заказчица уехала за границу жить ну и оставила мне его в подарок на память если честно образец довольно шикарный уже потом увидите его точно что те кто даже не занимается окаменелостями ему точно он понравится также у меня вот есть небольшой образец белемнита еще по-другому называют его чертов палец вы можете зайти кстати в google ввести белемниты это были довольно очень большие заразы смотреться недовольно стрёмно обитали они древних океанах почему называют и чертов палец потому что до наших времен сохранились только кончики вот этих монстров этот у меня замещен кальцитом кстати даже есть в интернете видео что есть замещены и перитом и есть также самые аполизированные они очень дорогие но смотрится просто бомба также вот у меня есть маленький вот такое окаменелая гастропода замещенная песчаником честно сказать на мой взгляд когда мне только первый раз ее привезли очень сильно похожи на какую-то закрученную доисторическую какашку завернутую и окаменевшую ну это подарок друга и как бы все равно в коллекции смотрел в интернете не тоже по-своему ценны но все равно так как она была похожа на какашку так она осталась также у меня очень большая коллекция аммонитов вот у меня есть аммонит с полисценцией у него прям ну блеск очень яркие красивые цвета и розовые желтые и зеленые даже не зеленые салатовый я не знаю правильно как это называется радужная оболочка либо полисценция тесла в этом не сильно разбираются ну факт том что радужный слой сохранился несмотря на то что им 40 50 миллионов лет уже вот этим хрустиком вот есть такой же самый тоже аммонит этот с китая заказывали под кулон но вышло так что хозяину не понравилось я выкопил себе очень красивый оставшийся остались у него узорчики какие-то полоски не знаю как это объяснить вы видите на видео в конце просто шикарный есть очень много российских вот у меня вот и сказать вот еще два китайских один есть тоже они все замещенные кольцитом разделенные на половинки это отрезанный прямо видно структура его раковины тоже замещенные кольцитом и очень красиво смотрится шикарно есть цельный так же сама сохранилась и у него радужная оболочка но здесь только красный цвет тоже замещенные кольцитом есть у меня вот несколько образцов с россии скажем точно рязанской области михайловский район аммонит замещенный перитом у меня их два один там полностью замещенный перитом и тоже сохранилась радужная оболочка он довольно тяжелый по башке шишак обеспечен а другой он тоже замещенный перитом но с песчаником здесь даже другая здесь ульяновская даже чтобы быть более аммонит в песчанике замещенный перитом ульяновская область дельта реки волги это также старт самым подарки друзей в основном от уральской горки и а то ли очень переть если больше это видео спасибо и вот есть такая куча тоже маленьких аммонитов они замещенные все перитом это тоже с лисанской области россия михайловский район тут лот из 8 штучек и они причем все очень разные кто с шипами кто гладкий ну стрёмные штучки но очень маленькие не знаю для чего их применяли чисто для коллекции может кто-то для украшения но смотрится тоже очень красиво ну и также это уличные в моей коллекции спасибо большое дмитрию так и сама группы суральской горки спасибо дел до сих пор держу коллекцию у меня есть янтарь вот латвийский кусочек необработанный и есть два кусочка тоже с латвии обработанные это дима уже обрабатывал один темный болотного цвета другой как назвать янтарный и есть один кусочек капала в бразилии капала если кто-то не знает отвечает янтаря янтарю там может быть 40 50 или сколько там 30 миллионов лет а капал это относительно молодая смола окаменевшая ей если не ошибаюсь кажется миллион или пару миллионов лет но тоже очень смотрится красиво она с большим количеством включений каких-то красных веточек какой-то ерундой ну вот принципе вся моя коллекция те кто спрашивали вот я удовлетворил ваш интерес будущем я не планирую заниматься закупками окаменелости это не моё но когда попадается есть возможность приобрести не за сильно большие деньги всегда с удовольствием пополняю свою коллекцию а так что вам сказать вы не забывайте у нас сейчас конкурс идет еще осталось чуть чуть больше двух недель уже там 8 человек участвует еще наберем 2 и будем разыгрывать второй камушек сразу же в этом же самом конкурсе желаю всем удачи принимайте активное участие пишите комментарии ставьте лайки и по поводу следующего видео наверно будет ближайшие может быть не пять-десять у нас тут далеко от меня открылся новый канал тоже про минералы юный коллекционер хочет немножко рассказать о себе и как бы будет интересно если мы сделаем совмещенное видео пока не ставим это все в секрете следите за каналом ну сейчас друзья оператор покажет вам что как более поближе окаменелые какашки и тому то подобное все всем спасибо пока с вами был александр а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok